Что значит любить свою деревню? Ностальгировать по ростной траве и парному молоку издалека или сделать для родного уголка нечто, что продлит ему жизнь? Семья Ерофеевых из славгородского агрогородка Гиженко строит в родных местах собственный агробизнес. Это нелегко, но когда каждый делает свой кусочек работы, должно получиться уверенной Ерофеевой. Вся семья, мать, отец, сыновья и уже внуки горой за Гиженко. Мабуть, есть некое почувствие у моих сынов, и они не хочут жить в городе. И говорят, мама, требуется найти тут некую работу, чтобы было задовольнение и, конечно, на сегодняшний день добрая зарплата была. Если про заработок, то и то он как раз шумит и требует еды на соседнем дворе. Цып-цып-цып. Да? Ну зови. И занимаются в семье хозяйством все. Вместе. От мала до велика. И тут ставьте собаками. Никита Могилевчанин, но только в Гиженке, где интересное животное и отличная рыбалка, он хочет жить. Чего ты не хочешь ехать в Могилеву? Папа звонит, и он говорит, нет, не поеду. Почему ты не хочешь ехать в Могилеву? Потому что. Потому что и все? Потому что тут лучше? Да. Здесь все свойское, экологически чистое и вкусное. Но дело не только в деревенской еде, которую все больше ценят горожане, а в том, что их дети могут увидеть своими глазами, к примеру, откуда берутся молоко, яйца и мясо. У меня маленький такой, как кроватка. Людмила Викторовна Уроженко-Гиженке, учитель белорусского языка и литературы, работница сельсовета и лидер семьи. С мужем познакомилась на колхозных соревнованиях. Он в пожарной команде, она в медицинской. С тех пор Олег Владимирович и Людмила Викторовна вместе. Если бы не она, то ничего бы здесь не было. Ни усадьбы, ни сырого, ничего. Это все инициатива ее. А мы так на подхвате. В Агрогородке сегодня живет более 300 человек. На деревне вдалеке от центральных автодорог, от Славгорода еще два десятка километров. Ерофеевы мечтают, чтобы Гиженко стала агро-экодеревней, где природа, гостеприимство и плоды почти органического земледелия могут дать приезжим людям отдых и заработок сельчанам. Место такое, незаезжие, подалеко от города, вот в чем дело. Братья Ерофеевы своими силами строят на окраине целый комплекс, чтобы их агробизнес не мешал соседям. Олег и Денис уже пожили в городах, поработали строителями и таксистами. И теперь вот хотят не асфальта и неоновых огней, а деревенского спокойствия. Смысл моей жизни – жить и зарабатывать тихонько в своем селе. Вот просто спокойно и отдых душой и телом. Денис Ерофеев создал Гиженке пейнтбольную площадку. Говорит, что 3-4 молодежные компании приезжают к ним, и это приносит доход. Пускай не космические, но на жизнь хватает. А есть огород, будет баня и игровой зал. И все это вместе, у каждого своя ячейка, чем-то кто-то занят. Я принимаю гостей, Денис там развлекает с играми, мама варит сыры, продвигает свой бренд. Вот такая у нас семья, каждое свое дело, и каждый его хорошо делает. Сыры Ерофеевы известны на всю округу. Вообще, славгородские сыры уже знают в Могилевской области. А в чем фишка? В натуральности? В то, что мы хотим сохранить рецепты наших бабушек. То есть мы хотим сохранить рецепты нашей местности и передать молодому поколению. И похоже, что молодому поколению действительно нравится. Вкусно? Угу. На недавней ярмарке местных инициатив для микрорегионов Юго-Востока Могилевщины одним из победителей стал проект Ерофеевых по благоустройству деревенского озера в Гиженке. Программа малых грантов Глобального экологического фонда выделит 2000 долларов на реализацию плана по очистке озера, подсыпанию берегов и установке беседок и для местных жителей, и для привлечения туристов. Я желаю счастья и здоровья. Вот молодец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...